Приветствую вас. Ну, вот, вы знаете, я предждал ваш вопрос и ответы экспертов на него. В чем-то я, конечно, согласен с ними, конечно, в чем-то. Например, в том, что вам нужно разъехаться, но, тем не менее, вы знаете, разъехаться в вашем случае, это, наверное, было бы таким кардинальным и слишком простым решением проблемы, когда, ну, собственно, а если разъезжаться, то зачем тогда вам обращаться к психологу? Ну, вот, вы обратились к психологам с вопросом, они вам такие, надо разъезжаться. Ну, это может быть и правильно, но, к сожалению, не полностью и не на 100%. Да, вот, например, эксперт Лидия вам там говорит о том, что ребенок – это продукт вашего воспитания, то здесь, в принципе, тоже нужно согласиться. Да, другое дело, согласитесь ли с этим вы, это уже вопрос немножечко другой. Возможно, вы считаете, что сын ваш не продукт вашего воспитания, а сын ваш – это то, что он сделал из себя, из себя сделал. Вот, но я в данном случае с этим утверждением все же не согласен. То есть, я не согласился, что ребенок – это то, что вы воспитали. Вполне возможно, что, да и опыт, в принципе, показывает, что у интеллигентных людей, значит, у добрых людей, открытых людей, даже дети совершенно другие. И причин на то, чтобы вести себя так, хоть людей много, я имею в виду у детей. И какие из них являются реальными, какие нет, нужно выяснять в каждом конкретном случае индивидуально. Значит, налаживать отношения с вашим сыном. Спрашиваете вы, а надо ли? Вот, вы знаете, есть несколько моментов в вашем сообщении, которые мне показались достойными из того, чтобы на них обратить ваше внимание. Первое. Умом, понимаешь, надо как-то налаживать отношения. Умом, понимаете? То есть, умом, так это делая интеллектом, рациональным мышлением, вы понимаете, что налаживать общение с сыном нужно. Вопрос, для чего? Для чего вам нужно налаживать общение с вашим сыном, если вы не хотите этого неуму? То есть, если ваше сердце, ваша душа не желает того, чтобы налаживать с ним отношения. Прошу прощения, если вы посчитаете это пределькой к вашему тексту, но, тем не менее, есть, то есть, то есть, и нет. Далее, значит, вы пишите, что надо ли. Ну, надо ли, опять же, кому? Нет такого слова, как надо налаживать отношения. Есть слово «я хочу налаживать отношения», и тогда я иду на определенные уступки, стараюсь человека понять. Либо я не хочу налаживать отношения, потому что чувствую, что это мне несет очень серьезный вред. Понимаю, что человек не захочет общаться со мной и как-то взаимодействовать со мной на приемлемом для меня уровне. То есть, вот, ваш вопрос изначально, он уже, получается, поставлен немножечко неверно. Дальше. С некоторых пор сын стал считать возможным, разговариваться, ну, неуважительным тоном. Значит, с некоторых пор, пишите вы, с каких пор, что произошло. Если он до, ну, давайте скажем так, до 27 лет, значит, вы конкретные взрослые не называете, но вот до 27 лет, ваш сын с вами разговаривал хорошо. То есть, вопрос воспитания вряд ли стоит. То есть, воспитание здесь, ну, если и имеет значение, то вы о нем явно не упомянули. То есть, произошла какая-то ситуация, вроде бы сказать, в которой сын стал вести себя с вами иначе. Давайте подумаем, что это была за ситуация. Какая? Какая она? Что могло сына подвигнуть на то, что вы, ну, что он стал к вам по-другому относиться? Вот вы говорите, что это ради собственного удовольствия. То есть, получается, что он делает это для того, чтобы наслаждаться, ему от этого хорошо, ему это приятно. Он так самоутверждается, получается, за ваш счет. Но опять же, зачем это ему? Какая у него мотивация действовать подобным образом? Ведь он же не просто так это делает. Вот если бы он все время так с вами обращался, да, это, ну, определенно было бы просто такой линией поведения. А здесь, здесь, определенно его что-то на это натолкнуло. Вопрос в том, что. Далее, вы говорите себе, вы говорите нам, точнее, про спрашивание, что ничего плохого ему не сделали. Но откуда вы знаете, что вы ничего плохого ему не сделали? Это вы считаете, что вы ничего плохого ему не сделали? А может быть, сын считает, что вы сделали ему что-то плохое? Вы там дальше в тексте говорите, что пытались поговорить, но он закрывается и грубит. А когда он не закрывается, и когда он не грубит, как он себя ведет с вами, вы же говорите, что он говорит с вами в невозможительном тоне, хамит, это разве не грубость? То есть, что по сути дела меняется? Может быть, вам и имеет смысл на него давить один раз, собраться с силами, давить, давить, давить на него, чтобы он разошлился и, наконец-таки, в объективном состоянии выкрикнул то, что его беспокоит, то, что же его в конце концов заставляет так с вами разговаривать, потому что, еще раз повторю, у этого поведения есть причины, и эти причины, они остаются за, как бы, гранью здесь, потому что мы их не видим. И вы о них ничего не пишете, вы говорите только о следствии. Дальше, значит, вы пишете здесь о том, что, значит, он учит вас, как мне жить и что делать, смешно. Да, согласен, учиться в родителя жизни – это, безусловно, не самое правильное занятие, но, опять же, возникает вопрос, всегда ли он так делал или только с того момента, как начал вам хамить, не очень понятно. Далее, то же самое относится и о просьбе, о просьбе помощи. Всегда ли он вам, ну, всегда ли его раздражало, что вы просите помощи или, или, это опять и началось только вот с недавних пор, с некоторых пор. Далее, он обращается ко мне на помощь и не стесняется. Почему вы ему помогаете? Зачем вы ему помогаете? Для чего вы ему помогаете? Ну, логично, что если он вам хамит, то, соответственно, помогать ему как бы не стоит, то есть, ну, раз хамить, значит, не ценишь, раз не ценишь, значит, тебе моя помощь не нужна. А то получается, что он вам пользуется просто потому, что вы позволяете ему пользоваться. То есть, он обратился за помощью, но он здесь сам не поможет себе, правильно, через два. Значит, вы должны ему помочь. Зачем вы ему помогаете, если он так общается с нами? Зачем вам это? Дальше, вы пишите, что он работает, доучивается заучено и занимается спортом. Все, что у нас есть, работа на мной и квартира и машина. Вот здесь как бы не очень понятный момент получается. Смотрите, вы пишите, он работает, заучится, доучивается, занимается спортом. Хорошо. Это чьи достижения, по вашему мнению, его или ваше? То, что вы пишите, что все, что у нас есть, заработано мной, это как бы говорит о том, что вам не хватает оценки. То есть, у вас не цели, вы чувствуете себя недооцененным. Сразу возникает вопрос. А не вели ли вы себя по отношению к сыну именно так, требуя от него постоянно ценить то, что он для вас делает? Если так, то это неплохо бы объяснило то, что у вас сейчас происходит. И, соответственно, ваш сын, понимая, что, ну, возможно, понимая, что он не сможет быть вами, то есть не сможет также обеспечивать, ну, обеспечивать себя и свою семью, возможно, он чувствует себя не слабее вас, и из-за этого у него такая защитная реакция. То есть здесь, в данном случае, если я прав, нужно перестать вам как-то вот показывать своим поведением, отношением, что вы хотите, чтобы он оценил то, что вы делаете, оценил то, что вы делаете, потому что дети, в принципе, не ценят никогда то, что за них делают родители, и не ценят даже потому, что считают это самим собой разумеющимся. И вопрос в том, считаете ли вы это таковым? И для чего вы написали вот то, что все это заработано вам? В каком контексте? В контексте того, что ваш сын этого не ценит. Хорошо. А должен ли? Если должен, то почему? Как вы сами себе это объясняете? А самое главное, что если он должен ценить, то как вы относитесь к тому, что он не ценит? Принимаете ли вы его позицию такую? Тоже это очень важный момент. Живем мы в достатке пищевые, которые обеспечиваю я. Ну, опять же, непонятно, зачем мы это пищевые. То есть, получается так, что сын тратит деньги только на себя, ничего в дом не приносит, не обеспечивает, и как бы обесценивает то, что вы делаете. Знаете, если идет обесценивание, то, к сожалению, обесценивание это ваша мобиль поведения. Ну, я заранее прошу меня простить, если вам неприятно, но либо у вашего сына все серьезные проблемы, кстати, в 28 лет у него нет девочки, и в 28 лет он доучивается, то есть, он не учился, видимо, раньше, то здесь, ну, видимо, у вашего сына все-таки есть определенные проблемы. Значит, я неоднократно пишу, что вы просила его не хамить матери, а даже предлагала размять квартиру. Знаете, вот как вы позиционируете себя по отношению к нему? Вы знаете, может быть, вашему сыну не нравится, что вы позиционируете себя исключительно как мать. Попробуйте общаться с ним не как мать, с сыном, а попробуйте общаться с ним как человек с человеком, как равный с равным. Попробуйте просто-напросто вести себя как партнер со всеми вытекающих. Мне кажется, что вы понимаете, о чем я сейчас вам говорю, и вот это вот ваша не хамить матери, это, знаете, может быть, воспринято вашим сыном как превознесение вас над ним. Тоже не очень хороший признак, и тоже не такое хорошее подспорье для устраивания отношений между вами и им. Далее, значит, вы предлагали менять квартиру, однако он против. Почему он против? Что он говорит? Какие аргументы он приводит? Далее, почему вы не сделаете этого сами? То есть квартира же ваша получается. Он говорит, меняйте ее сами. Сыну купите, или как мы хотели сделать, однако могутную квартиру, сами в другую квартиру переведите. Причем желательно так, чтобы он не знал, где она, эта квартира находится. Или не давать ему ключи от нее еще. Почему вы пытаетесь договориться с человеком, который явно с вами договариваться не хочет, и который явно как-то поменял свое представление о вашей роли в его жизни? Мне непонятно. Но было бы странно, если бы человек, общающий с вами так, как вы описали, смог бы с вами договариваться на тему размена квартиры. Надеюсь, вы сами это понимаете. Значит, купите, что вам это надоело, мне уже просто с ним не разговаривают, мне так спокойнее. А когда вы с ним не разговариваете, он с вами тоже не разговаривает. Получается, как? Там возникает вопрос, а когда он говорит с вами в неуважительном тоне, когда ему что-то нужно только? Да не потому ли он говорит с вами в неуважительном тоне, потому что он обращается к вам, только тогда, когда ему что-то нужно, а кроме этого, больше у вас общего ничего нет. И он, знаете, когда ему помосят. Может быть, было бы неплохо поинтересоваться увлечениями своего сына, постараться как-то, ну, разговаривать с ним об этом, постараться как-то проявить заинтересованность в них, постараться как-то поучаствовать в них. Может быть, тогда вас слить потихонечку-потихонечку и увидел бы между вами что-то лучше, и у вас бы наладилось такое вот относительно неплохое общение, хотя бы в контексте одной-двух тем, где вы могли бы увидеть друг друга с другой стороны, и тем самым немножечко вырваться из одного круга, который сейчас у вас есть. Значит, вы пишите про его девочку, здесь я, пожалуй, соглашусь с Лидией в том, что он, даже если подружится с ним, он придет к вам, скорее всего, и здесь только вам нужно решать вопрос с квартир. Далее, вы пишите, что он никого, видимо, не привлекает, и вот здесь тоже идет ваше отношение к нему. То есть вы своего сына не считаете самым красивым, самым лучшим и так далее. Почему? Когда это началось? Вы говорите о нем довольно, вот именно в этом предложении, вы говорите о нем довольно, таким, знаете, презрительным тоном, опять же, ваше прощение, если я ошибаюсь сейчас, но тем не менее, вы говорите о нем именно так. И чем вызвана вот эта вот тональность такого выражения? Обидами на него, что он вам хамит. Обиды на него, что он вас не ценит. То есть, получается, вас что-то задевает в том, как он с вами обращается, то, как он говорит с вами. Почему вас это задевает? Почему вас это обижает? Сын определенно проектирует на вас какие-то свои проблемы в любом случае. Это при любом раскладе. Но почему это вас задевает? Его ли проблема в том, что он хамит? Он говорит так, как говорит. Проблема ваша в том, что вас это задевает. И вот возникает вопрос. Почему вас это задевает настолько, что вы даже говорите о том, что он никого не привлекает? То есть, явно негативно о нем отзываете. Хотя это ваш сын. И какова природа такого отношения уже с вашей страной? Ну а далее я хочу сказать, что обида – это такое состояние, когда человека задевает то, с чем он сам не уверен, когда другой человек обращает внимание на какие-то вещи, которые мы бы сами хотели бы или не замечать, или хотели бы сделать так, чтобы их не было. Соответственно, вам стоит обратить внимание на то, что именно вас задевает, и пытаться об этом подумать и сделать так, чтобы не задевало. Я думаю, что это в любом случае недооцененность. И вот с этой недооцененностью нужно работать. То есть, недооцененность – это, по сути дела, неправильная постановка задач, целей и, наверное, неправильная мотивация. То есть, вы делаете какие-то вещи, например, зарабатываете и обеспечиваете себя и семью для одних целей, но при этом ожидаете, что вам за это будет совсем другое. То есть, люди зарабатывают и обеспечивают свою семью не для того, чтобы их ценили, а тогда они считают это правильно. Они делают это, в первую очередь, для себя, а потом уже делают для других. У вас же получается так, что вы как будто бы хотите, чтобы вас ценили. Я еще вас прошу прощения, если я как-то ошибаюсь, но анализирую только ваш текст. И более того, соответственно, это, то есть, выработка правильной мотивации и понимание того, для чего вам, например, чтобы вас ценили, почему вы не цените сами себя и может ли человек, вообще любой человек, как я не говорю сейчас про вашего сына, хочет ли любой человек полностью оценить другого? Возможно, нет. Тем более в такой субъективной ситуации, как ваша. вот это, надеюсь, вам как-то даст определенную пищу для распечатлений. Далее, если бы, значит, так, как жить с ним, ума не привожу, поговорить если не получается, он закрывается и грубит. Ну, об этом я уже сказал. Если бы такое поведение было в его 17 лет, я бы поняла, но ему 28. Ну, в принципе, знаете, 17 лет, это, конечно, вы говорите, я бы поняла, но на самом деле 17 лет, это не менее серьезно, да, в любом возрасте это не менее серьезно, чем сейчас. Только, если ранее это продиктовано именно детско-родительскими отношениями, то сейчас это может быть продиктовано какими-то его проблемами. Может быть, его неудовстворенностью, может быть, его нереализованностью, может быть, чем-то еще. И с этим нужно распираться. Понять, что вас, вот, сильно тревожит. А это прямо упирается в причины, по которым он стал себя так вести. Все же, я думаю, что, отвечая на ваш вопрос, значит, что можете посоветовать, я думаю, что рекомендаций здесь может быть несколько. Первая рекомендация, это то, что, значит, обязательно продумать причины, по которым он стал так себя вести, и в одностороннем порядке совершить ряд действий. А именно, разменять квартиру, не предлагая ему, поставив четкое условие, если вы не собираетесь такое отношение терпеть. Второе, подумать, что могло вашего сына заставить так с вами обращаться, и, соответственно, сразу начать эту тему, не выясняя у него, почему он так себя ведет. Либо мужчина может просто не рассказывать о том, что его задел и обижает. Есть такая специфика. Вот. И далее, это работа над тем, чтобы у вас с ним было как можно больше общего. То есть, интересоваться тем, связанным с ним, стараться разделять его интересы, его взгляды, и тем самым стать ему ближе. Это интересная работа, это процесс, и отдельный вопрос, готовы ли вы к нему. То, что вы говорите, что вы в разводе со своим с его отцом более 20 лет. Ну, это, безусловно, какую-то роль играет. Как-то 8 лет мужчина лишил соса, и, может быть, ну, или он выговорит, что он с ним... Он... Здесь не очень боязнь, но вы пишите, что с его отцом вы развелись более 20 лет, а с русским отцом общения нет. Не очень понятно, с кем именно общения нет, и с кем вы развелись, но, тем не менее, в любом случае, складывается впечатление, что мальчик, я имею в виду на момент развода, потерял за себя модель мышкового поведения, новую модель мышкового поведения не приобрел, и из-за этого у него сейчас проблемы. Ага. Естественно, виноват он. То есть, я понимаю, на самом деле, что вам тяжело, но и вы поймите, что ему тоже тяжело. У нас хорошая жизнь, он так себя ведет. И... Я не говорю, что ваш долг ему помочь. На самом деле, вы ему не должны быть. Это вы должны были, вы уже сделали. Попытаться хотя бы, когда в легче, что ему жить может, но главное, обезопасить себя. Это вообще необходимо. Значит, всегда живем вдвоем с сыном. Ну, вот вы пишите, что про отцов как-то вот не очень понятно. То есть, если у него нет общения с его отцом, да, то, естественно, это большая проблема для мальчика. Ибо вы делали только сын, и вы не дали ему мужского модельского поведения. Из-за этого большая проблема. Если вы не понимаете, ну, как женщина, а он вот понимает вас как, ну, вот именно как, так вот, кстати, избалованный женщиной сын. Следовательно, когда мама одна растит ребенка, мальчик тогда получается таким вот символованным, капризным, там, эмоциональным другом и так далее. То есть, мальчик не знает, как проявлять свое вот мужское поведение, его не научили. И если это понять, то, опять же, понять и перестать раздражаться, да, перестать раздражаться, понять причины его такого поведения, перестать их вот принимать на свой счет. И вот вы говорите, что вам спокойнее с ними разговаривают. А спокойнее почему? Вы как-то чувствуете угрозу своему здоровью или по какой причине вы с ними разговариваете? Это, ну, то есть, по какой причине вам спокойнее? То есть, это вот тоже очень важный момент на самом деле. Если у вас проблемы с здоровьем, это одно, а если вам просто спокойнее, это немножко другое. То есть, без разговоров отношения вообще не наладить. И ваша позиция, она в некоторых моментах выглядит довольно такой однозначной и довольно такой категоричной. Вот категоричность вашей позиции говорит о том, что, может быть, вы сына подавляли именно своей категоричностью и необходимо самой обеспечивать семью. И это подавление могло сыграть вот такую роль, что он сейчас ощутил себя сильнее или равным вам и начинает вам возвращать все, что, по его мнению, давали ему вы. Вот. То есть, здесь, опять же, вам нужно продумать свое поведение, как вы будете с ним себя вести. То есть, может быть, вам имеет смысл действительно побыть матерью с большой буквы. То есть, такой слабой женщиной, которая нуждается в помощь. Слабой. И вопрос, в том, что вы умеете ли вы быть слабой. Вот. Не очень понятно. То есть, что, например, будет, если вы там заплачете при нем и так далее. То есть, вы просто там сядете и не будете, например, ничего делать и ваш сын будет видеть, до какого состояния он вас завел. И вообще, видит ли ваш сын вас слабый. Это вот тоже очень такие тонкие моменты, на которые нужно обратить внимание. Вот. А вообще, складывается ощущение, что вы довольно такой самостоятельный, такой сознательный, сильный человек. И вполне возможно, что мальчик, ваш ребенок после жизни сейчас с вами, по сути дела, просто конкурирует. И вот этот момент конкуренции, вам его нужно будет снять. И снять только путем изменения своего поведения в те направления, о которых я вам говорю. Думаю, что именно так можно ответить на ваш вопрос. Однозначного и полного ответа на ваш вопрос дать не представляется возможным, исходя из самого построения вопроса. То есть, многие моменты остаются за кадром. Вот. Но, тем не менее, основные моменты я вам дал. Соответственно, если у вас появится желание написать дополнение, то напишите мне в личку, пожалуйста, чтобы я увидел это дополнение и прочитал его, и дополнил свой ответ. Если у вас ко мне остались или появились вопросы, пишите в личку также, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. С Новым Годом вас! Всего вам самого лучшего! Здоровья и удачи!